Мир вам сестры и братья, приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Как слышать голос Духа Святого? На вопрос «Как слышать голос Духа Святого?» отвечу коротко и просто. Он говорит часто, только мы не реагируем на него. Говорит Дух Святой несколькими способами. Скорее, в каких случаях говорит Дух Святой? Например, в баре, где пьют алкоголь, не ищите голоса Духа Святого, скорее всего не услышите. Но если вы исполнены Духа Божьего, то голос будет только один «Пошли домой». И что нам делать, когда Дух Господень, когда сказал Дух Господень? И из-за этой ошибки, то есть, когда мы ничего не делаем и теряется связь с Духом Святым. То есть, Он нам говорит, мы не знаем, что с этим делать, и когда Он нам говорит снова, мы уже не верим, что это Он. Но есть выход. Большая ошибка слушания голоса Духа Святого. Друзья, самая большая ошибка слушания голоса Духа Святого, что мы принимаем Его как нечто чуждое, постороннее. Но! Но нужно правильно посмотреть на себя со стороны. Раньше, до покаяния, было странно слышать голос в голове и даже Духа Святого, и это нормально. Но теперь, когда Бог Отец исполнил Духом Святым вас, странно не слышать Его. Голос и видение Духа Святого – это часть вашей, нашей, новой, повседневной жизни. И не слышать Духа Святого. Вот это уже странно. Так вот, разберем некоторые наиболее частые места, где говорит Дух Святой и как Он говорит. Тут, в этом подкасте, я не успеваю много сказать. Но я говорю много о Духе Святом и открываю разные грани общения, служения с Духом Святым сегодня. Что помогает в этом? Что мешает? Просто смотрите и слушайте дальше. Я имею много что сказать, но это невозможно все в одном подкасте. Церкви на собрании. Это стандарт. На проповеди очень часто говорит Дух Святой. Я называю проповедует. Проповедь в проповеди. Как это происходит? Вы слушаете проповедь, открываете место из Писания за проповедником. И вдруг, вдруг видите место Библии в новом понимании и думаете, как я раньше не замечал. И это Дух Святой говорит вам лично. То есть, увидеть стих Библии как-то иначе, или справа, или слева, или сверху вниз, но иначе, значит вам Дух Святой открыл это место для вас. Если вы проповедник или служитель Слова в любом варианте, то на эту тему обязательно приготовьте проповедь, учение или что-либо. Это тема вам для служения. Вполне может вам лично она и не нужна. Но если вы служите Словом, то нужна для того, чтобы вы передали это Слово другим. Откроем Евангелие от Иоанна, что говорит Иисус Христос на этот случай. 4 глава стихи из 13 по 15. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющую воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Это Евангелие от Иоанна, 4 глава стихи из 13 по 15. Передайте эту воду другим. Если вы в служении, передайте эту воду Духа Святого другим, вы источник. Если вы еще не в служении, но получаете такие откровения, неприменимые для вас, вступайте, приходите на или в служение и делитесь теми откровениями, которые приходят с другими братьями и сестрами. Ошибка. Это неприменимо в моей жизни, значит это не Дух Святой. И сидите дальше на собрании и думайте, как слышать голос Духа Святого. Друзья, но вы его уже пропустили. Если так будет продолжаться, Дух Святой перестанет говорить. Причина, вы его игнорируете. Что делать? Если вы уже давно в общении верующих и ищите решение, как слышать голос Духа Святого, то попросите Духа Святого простить вас. И как сказал Иван Креститель, принесите плоды покаяния, возьмите блокнот и ручку и пишите. Даже если не примените, пишите. А в век современных технологий можно просто записать место исписания, короткий тег на телефон на собрании и вполне можете прийти домой и сделать запись своего откровения на телефон и отправить запись на диск в инет. Вполне нормально. А если вы служитель слова, приготовьте проповедь, запишите ее и оставьте на компе. Она вам пригодится, она не для вас. Придет время и место, и вы отдадите ее с кафедры. Если так будете поступать систематично, то будете много получать и будете много отдавать. Бог поставит вас в правильное место и время. Доверьтесь Ему. А как слышать голос Духа Святого, читая Слово Божье? А как слышать голос Духа Святого, когда читаем Слово Божье? Это очень важное откровение от Духа Святого. Тут очень часто Дух говорит лично к вам. Конечно, если не целенаправленно просили Слово для проповеди. Если вы читаете Слово и вдруг. Вдруг видите место Библии в новом понимании и думаете, как я раньше не замечал. Это Дух Святой говорит вам лично. В послании 2 Тимофея написано 3 глава стихи 16-17. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен человек Божий, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3 глава 16-17 стих. Но разберем этот случай. То есть он выделился, стих. Вы заинтересовались им, увидели стих Библии как-то иначе, или справа, или слева, или сверху вниз, но иначе, значит вам Дух Святой открыл это место лично для вас. Ошибка. Продолжайте читать дальше. Что делать? Остановиться. Читать этот стих в сочетании с другими стихами, до и после него. Самое главное – остановиться и размышлять. До тех пор, пока не получите откровения Духа Святого. То есть, что Дух хотел сказать именно вам. Сколько времени размышлять? Друзья мои. Сколько времени размышлять? День, неделю, месяц. Друг мой. Теперь ты живешь в вечности. И для тебя не важно время, а то, что говорит тебе Бог. Дождись. Как узнать, что Он сказал? Поверь, ты узнаешь. Ты получишь знание, основанное на слове. И сразу с этим знанием ты почувствуешь мир, радость и благодарность наполнит душу твою. И не нужно будет заставлять тебя благодарить Бога. Ты сам это сделаешь. И скажешь Ему Аминь. Сегодня я заканчиваю. Я взял только два случая. Но я буду говорить и дальше. Следите за каналом. Подписывайтесь. Все подкасты, связанные с Духом Господним, я объединил в один плейлист «Дух Святой» и буду наполнять его. Когда мы начинаем больше понимать Духа Святого, нам проще понимать его, когда Он ведет в служении. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...